Теперь вы в себе, в облако. Отлично. Здравствуйте. Ну что ж, мы продолжаем движение по нашим предписаниям. Сегодня будет следующее. И, как обычно, предлагаю начать с исследования этого предписания, как бы такого подхода к нему через созерцательную практику, через медитативную практику. И вот что я сегодня хочу предложить нам, ну, настройка вся та же самая, но при этом здесь такое слово, такие слова, согласие и несогласие. Вот мы можем, как бы, в нашей настройке, в нашей в целом, в этой практике медитативной, исследовать отношения этих понятий. Именно в таком текущем переживании. Как переживается, там, скажем, если я смотрю, аспекты согласия или несогласия между этими двумя полярностями, как я себя нахожу. А если я чувствую в теле, если я чувствую в дыхании, как вот между этими двумя полярностями, полярными понятиями, согласия и несогласия, я нахожу свой опыт и что я выбираю. Вот давайте так, такое устроим мы исследование на эту тему. И, как обычно, начнем со слушания звука гонга вступительного. Здесь давайте мы обратим внимание не только на сам звук, но вот в первую очередь на вступление в практику. У нас есть как бы граница, как будто бы вот то, что мы делаем, то, как мы себя переживаем до формальной практики и когда она начинается. Это вот некая граница, к которой мы переходим, переступаем. И вот если мы поисследуем, опять же, это переживание согласия, несогласия, в этом пересечении этой границы в формальной практике. Потом, соответственно, уже когда будем слушать звук гонга, тоже вот есть пространство слушания, есть в нем возникновение этого звука, есть наблюдение, как он уходит, продолжение слушания. Как в этом разворачивается ваше переживание в этом спектре между согласиями и несогласиями, между двумя этими полярными понятиями. Давайте послушаем звук гонга. Субтитры создавал DimaTorzok Можем опять обнаружить свой слух, свое слушание. Как слушание сейчас происходит? Как вы его переживаете? Как в этом слушании есть ли у вас больше согласия или больше несогласия? Давайте сейчас перенесем внимание чуть больше в визуальный канал, как обычно делаем, погуляем немножко взглядом по пространству, встречаясь с объектами и встречаясь со своей реакцией или своим отношением. Согласие или несогласие? С происходящим, может быть, в этом пространстве и с вашими отношениями с этим пространством, с какими-то объектами в этом пространстве. Когда взгляд встречается с каким-либо объектом, согласны вы с ним в этот момент или не согласны? Мы ничего с этим не делаем дальше, с этой реакцией, с этим откликом внутренним, просто наблюдаем, как это переживается. Ну и так же, как обычно, давайте установим контакт взгляда с чем-то перед нами, побудем немножко с объектом, наблюдая, как он проявляется в восприятии, в визуальном восприятии. Он детализируется. Вот если мы чуть дольше остаемся с объектом, он как будто больше, может быть, воплощается в нашем взгляде, становится более заметным, действительно проявленным, проявляется. Тогда меняется ли это переживание согласия-несогласия? Не знаю, может быть, приятие, неприятие. Если мы отпустим взгляд немножко и позволим расшириться, так, чтобы он расфокусировался, и увидим пространство широко, открыто, меняется ли это тоже переживание, согласие, приятие, принятие, или не согласие, не принятие. Потом, если он опять соберется, взгляд соберется к объекту, к тому же или к другому, неважно, как меняются оттенки вашего переживания текущего в связи с этим. в какой-то момент можем позволить глазам закрыться, обнаруживая изменения и обнаруживая, может быть, изменения в этой вот сфере согласия-несогласия, приятия-неприятия. есть ли там изменения, замечаете ли вы что-то? Можем обратить внимание на свое состояние, на текущем настроении, эту погоду внутреннюю. опять как вы, согласны с тем, что у вас такая погода или не согласна? Как переживается это ваше согласие или не согласие? Меняется ли это по мере того, как мы чувствуем, наблюдаем? и потом дальше будем цеверяться время от времени с этой погодой, замечать, если она меняется во время практики и меняется ли это переживание принятия, неприятия, согласие или не согласие. Сейчас вздохнем поглубже, чувствую, как влияет такое простое действие, как вздох, более глубокий и долгий выдох, долгий-долгий выдох. Влияет ли как-то на вас? И затем допустим внимание в таз, если опять чуть дольше задержимся в этой области, замечая ощущение опоры, плотность контакта с опорой и его изменения. Если по мере наблюдения этого ощущения плотность контакта как-то увеличивается, уплотняется, то влияет ли это на это переживание согласие, принятие или несогласие, непринятие? затем начнем двигаться вниманием по позвоночнику вверх, замечая, что само это движение делает, меняет ли что-то оно движется выше, что происходит с плечами, с крюльной клеткой, с дыханием, идем до макушки как будто подвешивая тело за макушку вот это вырастание вверх опять как влияет на вас позвоночник давайте опять покачаемся вперед-назад чувствую как меняется переживание в зависимости от наклона тела что меняется если вы находите центр середина вертикальной ось меняется ли как-то переживание от этого приятия согласия позволим уравновеситься трем аспектам тяжелый таз вертикальный позвоночник макушка вытягивающая мягко вытягивающая всю спину вверх все тело добавим живот отпуская его немножко и позволяя дышать и позволим этому собраться вместе всему вот здесь у нас есть если четыре аспекта вместе как они согласовываются друг с другом как они находят согласие между собой нашим телесным опытом прямо сейчас так хорошо и можем часть внимания оставить а давайте это сделаем еще забыл эти положим руки сейчас одну на грудь другой на живот если это конечно вам удобно и хорошо замечая влияет ли это как-то вот это ощущение прикосновения к себе влиятельно вас вот на это тоже чувство приятия или согласия с чем и затем посвятим сегодняшнюю практику чему-то важному каким-то ценностям которые сейчас вспомнится сами быть либо спросим себя них послушаем отклик опять если мы как-то приносим сюда какие-то смыслы и ценности ради которых собираемся здесь и практикуем как это влияет как это влияет на ваше переживание согласие или несогласие с чем именно и кого именно хорошо и затем положим руки опять удобно еще раз проверим позу вернемся к ней как к целому пройдем по отдельным участкам замечаем изменение в них и если вы будете замечать вот эти оттенки переживания в этой в этом спектре от согласия к несогласию и обратно начнем с глаз нижнюю челюсть если я отпустим чувствую вес это само отпускание разжимания челюстей влияет ли на что-то вас язык арту и потом губы и все лицо и все лицо затылок шеи плечи немножко побыть с дыханием в плечевых суставах почувствовать все руки от плечевых суставов до пальцев вес рук на руки просто лежат спокойно как это чувствуется как переживается как влияет если влияет на ощущение переживания приятия согласия неприятия несогласия и 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 спина спина как она дышит а и и и и спину все вместе Солнечное сплетение живот Всякий раз, если живот Вы находитесь чуть более напряженным Если мы его будем отпускать Позволять ему дышать Участвовать в дыхании Влияет ли это как-то на Само переживание Приятие Согласие Пах промежности Ягодицы Опять, если мы наполним вниманием Таз, все мышцы Немножко побудем с этой зоной Чувствую вес, опору Если мы как-то все больше и больше Укореняемся Через это ощущение опоры Плотности соприкосновения с опорой Влияет ли это на ощущение Принятия и согласия Ноги от тазобедренного сустава Суставов Дом Пальцев По стопу Затем все тело Как единое целое Если мы опять наполним его своим вниманием Как целое Все это поза Форма нашего сидения Тяжелый таз Устойчивый Вертикальный позвоночник Макушка головы Устремлен наверх Живот Дышит Мы можем просто сидеть вот так Стабильно, устойчиво Когда мы сейчас наполнили тело Чуть больше вниманием Влияет ли это Повлияло ли это В целом На ваше состояние В частности на Этот аспект Согласия Несогласия Редактор субтитров А.Семкин Давайте вспомним про дыхание Еще раз Найдем Такой удобный способ Быть со своим дыханием Чувствовать его Переживать его Удобное место Удобное пространство Дыхание Если вы находите Именно такое Удобное место Куда можно вернуться Или возвращаться Всякий раз Когда внимание Отвлекается на что-то Если вы находите Это как пространство Куда можно вернуться Как дом Когда вы возвращаетесь В дыхание Когда вы остаетесь Хотя бы недолго Но остаетесь В нем С ним Влияет ли это На перерывание Согласия Или несогласия Приятие Или неприятие Чего-либо Продолжение следует... Затем Если мы Расширим Восприятие Чувствовать Себя в теле Чувствовать себя Сидящими Сидящими Именно телом Когда тело Наполнено Нашим присутствием Когда дыхание Наполнено Присутствием Можем опять Вспомнить Про слушание Что оно тоже есть В этом слушание Раздастся звук гонга Можем его послушать Он приходит И уходит Это если мы Слышим Этот звук Который приходит Длится А потом Уходит А слушание Продолжается Как в эти моменты Развивается опыт Согласия Или несогласия Принятие Или неприятие Редактор субтитров Харькова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам это удобно, я предлагаю приоткрыть глаза тоже. Просто какое-то время еще посидеть вот так, открыв все каналы восприятия основные, чувствование тела, дыхание, слушание, видение. В этом открытом восприятии могут возникать также и мысли, чувства, какие-то состояния меняться. Может быть, само сознание, само присутствие будет, сможет их всех обнимать собой. Можем просто быть какое-то время, возвращаться к этому простому переживанию бытия, как оно есть. Посидим так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В большей степени согласность, согласованность Как вы это чувствуете сейчас? Субтитры создавал DimaTorzok Затем, если мы попробуем занять такую дружественную позицию к себе из этой дружественной позиции, дружеской позиции, пожелаем себе, сами себе, что-то доброе и хорошее. Чтобы прийти к большему согласию с собой. Само это слово «согласие» или «согласованность» откликается ли как-то в вас, и можно ли добавить чуть-чуть этой согласованности каким-нибудь добрым пожеланием, добрым отношением к себе. Так как мы экспериментируем, здесь нет четких ответов «как», «что», мы можем исследовать «как» и «что». Хорошо, вздохнем, и затем покатите, либо руки оставьте так, как есть, или можно одну открыть, или две открыть. В общем, как вам удобно. Но если мы... Давайте сначала представим человека, с кем вы согласны. Это может быть такое ситуативное согласие, если мы просто вспомним какую-нибудь ситуацию, когда вы были согласны с кем-то, согласованы. Когда ваши голоса внутренние или внешние были согласованы. Как это переживается, если вы вспоминаете такую ситуацию? Как переживается само согласие или согласованность? Если вы что-то такое вспоминаете и чувствуете в дальнюю степень, то дальше, если мы опять пожелаем что-то доброго и хорошего, влияет ли это как-то на самое переживание, согласие, согласованность. Теперь вздохнем, и отпустим этот опыт, и можем представить обратное, другое, противоположное. Если вспомните какое-то разногласие, несогласие с кем-то, несогласованность. Само воспоминание, если вспоминаете такое. Какой отклик вызывает прямо сейчас? Нет. Как это переживается? Затем можем взвесить внутреннюю для себя согласованность и несогласованность, согласие и несогласие. Что ценнее? Что лучше для вас? Может быть, это как-то в динамике происходит? Может быть, нельзя сказать, что лучше и хуже? Что они взаимозависимы? Ну, если мы сейчас попробуем тому человеку, с кем мы не согласны, пожелать чего-то хорошего и доброго, что сейчас родится. Влияет ли это как-то на вас? И на само ощущение согласованности или несогласованности? Хорошо. Давайте вздохнем. Отпустим. Я не знаю, какие вы можете сделать из этого вывода, если какие-то захотите. Может быть, этот эксперимент имел смысл какой-то. И в завершающей фазе давайте опять вспомним про сегодняшний день начинающийся. Как хотелось бы его прожить, чем его наполнять и что воплощать в нем через самого или саму себя? Что проводить через себя? Вот в этой вот дихотомии согласия и несогласия, согласованности и несогласованности, что было бы ценным. и как это можно было бы делать, двигаясь и воплощая, двигаясь к ценности и воплощая ценности? Что могло бы здесь помогать? Можем взять эти вопросы в день. А сейчас давайте себя погладим, помнем, потрем где-то в каких-то местах, которые позовут наши руки, двигаемся, разомнемся еще через движение, потянемся. Какое-то это откроем глаза, оглядимся в пространстве, как оно сейчас видится. Вот опять, может быть, этот аспект согласованности или несогласованность ваша с пространством, согласия или несогласия. Таких, как вы находите себя в этом пространстве сейчас. В себе, в теле, с собой. Хорошо, давайте 10 минут посвятим творческому отклику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 новую новое предписание я хочу что мы прошли вот уже все 10 нам собственно сегодня 9 и потом нас станет несколько дней чтобы мы как-то могли завершить завершить этот ретрит собрав все вместе и чтобы хотелось чтобы мы обсуждали уже скорее всего ну как бы все это весь этот подход так назовем это так вот значит сегодняшняя девятое предписание я сама заглавил как не распаляй гнев не порождай ненависти 5 как обычно прочитаю несколько вариантов древних современных начну с брахмаджалы с утра с этой обращение к пути как бы наставление на пути бодхисаттвы ученик будды то есть бодхисаттва не должен распалять гнев или поощрять к этому других он не должен создавать причины условия методы или карму гнева опять напомню что это такая традиционная буддийская формулировка что у любого действия есть причины соответственно хорошо бы нам не только к действию к самому обращать на действие обращать внимание но и на его условия методы и причины таким образом мы можем ну как бы эффективнее работать с самим действием ученик будду он должен словно сострадательный сын это потому что все как я уже говорил из китайской традиции исходит а там вот это сыновняя почтительность это большая такая прям тема в которой китайская традиция укоренена так что вот эти метафоры они здесь просто в контексте определенной культурном как ученик будда он должен словно сострадательный сын помогать всем живым существам развивать добрые корни согласия во всех их пяти чувствах и сознание или сердце здесь я потом к этому хочу вернуться вот еще раз прочитаю что значит он должен помогать всем живым существам развивать добрые корни согласия и дальше вот во всех их пяти чувствах то есть от согласия в зрении согласия в слухе согласия в тактильном переживании и вот этот шестой канал который буддизм привносит когда мы смотрим обращены внутрь себя мысли чувства состояния находим там собственно вот этот канал воспри в этом канале восприятие тоже значит формировать или как развивать культивирует добрые корни и счет это уже напомню об этом что мы говорили об этом на несколько раз что в китайской японской традиции сознать то что мы называем сознанием они называют сердцем то есть если мы помещаем я думаю мы но так обобщая в целом сознание сейчас западной культуре вообще вот как-то современной культуре обращаем больше в голове осознание где-то сконцентрировано в голове в большей степени то вот этой дальневосточной традиции сознание помещается в сердце и мне кажется это вообще важный такой фактор хорошо дальше читать прочитаем если вместо этого он оскорбляет чувствующих существ или даже таких существ как духи и божества резкими словами бьет их кулаками или ногами нападает на них с ножом или дубинкой или затаивает обиду даже когда жертва признает свои ошибки и смиренно мягким тоннам просит прощения ученик буду совершает серьезный проступок дальше несколько формулировок уже современных учителей современных центров женских роберт экин такой известный учитель гавайев был не потворство гнева такая короткая короткая заповедь дайнин катагири последователь пути не таит недоброжелательства то юн майкл элистон достигая гармонии не потакай гнева apple танзан центр воплощать они как обычно нет сначала формулируют некий основной посыл как название а потом дальше уже сам обед это название это они называют воплощать сострадание я признаю и просветляю свою жадность гнев универсто я трансформирую свои негативные эмоции и действую с невозмутимостью с радостью состраданием и любящий добротой то есть здесь они собирают четыре брахма вихара это невозмутимость или там равностность равновешенность со радость сострадание и любящий доброта ну вот то что я называю дружественность эльши баундлис вейзен центр превращая страдание в мудрость я клянусь вставать на путь отказа от потакания гнева и диана эшен резетта этот раз опять коротко очень формулирует я встаю на путь избавления от гнева дальше еще от комментарии несидимый роша он именно такой чуть более развернутый комментарий дает многие из нас склонны впадать в гнев нам это может показаться естественным выражением личных качеств однако в условности состоянию гнева нет ничего естественного буддийской практике мы стремимся сохранять самообладание быть уравновешенным это естественное состояние того кто идет путем буддийской дхармы быть естественным это учение гутам и будда вот здесь в конце мы просто ну вот это про эту естественность я бы хотел сегодня что мы немножко поговорили что мы там считаем естественным или неестественным всегда вопрос у меня возникает естественно и для кого естественно и для кого иду ли я каким-то путем если я иду определенным путем то для этого пути естественно что-то определенное но она может быть не естественно для другого пути но не естественно для других людей поэтому вот здесь он как раз указывает на это что естественно я для того кто идет этим путем буддийским это культивирует себе состояние большую равновешенность и не потакать соответственно вот этим сильным чувством включая гнев ну и мне еще вспоминается еще один известный дзенский мастер это мастер йода из звездных войн такое у него было высказывание страх это путь к темной стороне силы страх приводит к гневу гнев ведет к ненависти ненависть идет к страданиям и наконец девятое предписание единого сознания бодхитхарма природа я таинственно глубока посреди истины отсутствие эгоизма не сравнивать себя с другими называется заповедью не злиться ну вот такие такие формулировки и я хочу сначала тоже у вас спросить мне там есть самого что тоже рассказать на эту тему хочу спросить ваши отклики и можем может быть мы опять соберем отклики на медитацию если вы что-то находили в ней вот если вопрос согласованности несогласованности и как это коррелирует если для вас как-то коррелирует в то есть почему я собственно эту медитацию сегодня такой вот формат такой акцент предложил исследование потому что мне кажется это непосредственно связано вот с этим с этой заповедью про гнев разлость раздражение но как это для вас ну и вот соответственно все эти формулировки тоже ваши может быть отношения с раздражением личные какие они у вас хочет начать наталья скажете да доброе утро ну я хочу сказать что наверное для меня как я вообще склонна раздражаться гневаться вот ну я над этим работаю вот стараясь найти способ не впадать да в подобные состояния вот потому что ну понятно что они причиняют вред окружающим людям но и мне самой тоже вот эти состояния мне неприятно после того как я отдалась до ну там раздражению я чувствую себя ну опустошенной ну я чувствую потерю жизненных сил вот то есть можно даже сказать что изначально ну изначальный как бы порыв бороться с этим был конечно же ну отклик извне да то что люди окружающие были недовольны такими моментами поведения на самом деле можно сказать что это и ну ради себя то есть какая-то нотка эгоизма ну если можно так сказать в этом есть потому что я и себе причиняю вред вот а что касается ну согласия несогласия принятия непринятия ну мне пришло такое что ну вот во время медитации что если я ну и собственно мой опыт до работы с такими состояниями ну самостоятельно это там с раздражением что если я помню о том что ну весь мир ну каждое существо в нем там каждый предмет имеет право на существование именно ну такое какое оно у них есть такое как они воплощают то есть каждый человек он может быть ну другим он может мне не нравится я могу быть с ним не согласна но если я признаю ну вот честно признаю внутри себя право его быть таким то тогда у меня нету ни одного законного повода ну и в принципе даже желание по большому счету стоит мне вспомнить ну эту мысль да что другой человек он может ну мне не нравится или высказывать мысли как с которыми я не согласна но если я позволяю ему воплощаться так ну как он это видит то тогда и раздражение мое уходит ну важно ну для у меня самый главный ну вот момент что об этом надо памятовать не всегда я успеваю вспомнить вот и когда я смотрела на вещи вокруг ну именно во время медитации у меня было вот именно такое состояние ну они просто есть они есть такие какие они есть ну я с ними не то что я с ними не соглашаюсь и не не соглашаюсь они просто есть и я им разрешаю ну пусть будут вот так вот спасибо спасибо светлана скажите да всем привет я по медитации хотела поделиться что при согласии и не согласии в общем во время не согласии очень много напряжения такого вот напряжения ну прям вот с которым надо что-то делать и наверно вот этот вот гнев и злость это как один из таких способов ну делание как выпускание этого напряжения и ну для меня наверное есть вот в этом сложность особенно с детьми когда я понимаю что надо реагировать на то что я пропустить какие-то вот такие вот отклонения точно не могу и для меня это важно ну например там как один у воровал у другого и вот тут вот вот это вот еще ощущение какой-то беспомощности у меня например возникает когда я точно понимаю что я гневаться но не хочу потому что это очень затратно для меня я себя потом чувствую очень истощенной и перенапряженной то есть это огромный слив сил энергии но как дыра при но при этом реакция необходима то есть просто вот в этом побыть и сказать куда ты опять там стащил то что не принадлежит тебе но у меня идет тогда наверно вот этот вот выплеск такой ярости что я говорю что стоп ну так я не согласна но это ну как идет такой вот ну наверное проживание беспомощности за этим стоит с которой соприкасаться не хочется конечно же и быть не хочется и поэтому идет молниеносная такая но молния спасибо тебе скажите приветствую всех благодарю за практику благодарю за обсуждение я очень эмоциональный человек на самом деле очень и внутри очень огненный и огненный когда речь идет о а не согласии в каком-то отстаивании точки зрения то есть по мне очень много огня и бывает что я проявляю гневливость на близких скорее для меня очень было важно в практике как раз как раз в практике пришло осознание я так учу чувствую мысль и мысли и чувствование когда я общалась тем с тем не согласно внутри себя что я соглашаюсь сердце если они просто соглашаюсь я соглашаюсь сердцем что я даже просто соглашаюсь с тем что я не согласно Вот я с ним не согласна. Я не согласна с тем, что я с ним не согласна. И мне в эти моменты, когда внутри меня полыхает или там начинает зарождается вот это полыхать пламя, для меня важно вот это вот слово, которое было в одном из объяснений, я не потакаю, я отказываюсь потакать в себе. И мне вот это слово, оно для меня сейчас прям важно, так прозвучало, потому что в нем для меня очень много принятия, принятия того, что я такова, что вот начинается огонь. И вместо того, чтобы там пытаться его там придушить, либо наоборот раздуть, а после того, как раздуть, еще и начать себя за это ругать, обвинять, нарушать кучу предписаний. Важно помнить, вот как Наталья говорит, важно в этот момент помнить, мне важно помнить о том, чтобы остановиться и перестать потакать. И вот когда я перестаю потакать, тогда я становлюсь способной внутри себя раскрыться и позволить быть чему-то другому. Вот у меня вот такие ступенечки. Благодарю. Есть у кого еще какой-то сейчас отклик, прям сейчас. Да, я попробую сказать. Доброе утро. Да, Мария. Слышно меня? Да, да. А в чем я себя нашла сегодня? Когда вы предлагали пример, я взяла конкретного человека, и это такой свежий опыт. И прям свежий-свежий буквально, вот вчера-позавчера. И какой у меня пришел, как сказать, даже не ответ, состояние, в котором я сейчас нахожусь. Оно как-то очень интересно сегодня с практикой справилось, что вот тот образ, когда мы в согласии находимся, он, конечно же, желаемый и приятный. Но когда в несогласии и есть какой-то конфликт, переживается такая неприятная и возникает злость. Но при этом я сейчас говорю про ситуацию. А сегодня это переживалось, когда я не согласна с кем-то внешне. Я понимаю, что я выбрала какую-то свою внутреннюю согласность с собой, со своими представлениями. Тут очень интересный момент, что человек другой и есть я. И когда я не согласна снаружи, я нахожу, что я... Это переживание злости, конфликтности дало мне возможность заметить, с чем я хочу быть согласна, с чем я не хочу. Как будто... Мария, может, попробуйте без видео, потому что что-то сигнал не очень хороший. Да. Я вообще пропал. Давайте тогда, пока я схожу. Ну вот сейчас. Мария, вы здесь? Да, я здесь. Я выключила видео, может быть, так связь будет лучше. Да, попробуйте так. Я не знаю, на чем меня прервало. В общем, переживание и идея в том, что мне нужна эта эмоция злости не как то, что мне следует проявлять и расширять. То, как звоночек, где я хочу заметить, что что-то происходит не так, как я бы хотела. Или что соответствует моим ценностям. Хочется, что я опять вырубила. Нет, было слышно последнее про этот звоночек. Сейчас опять вырубила. У нас просто гроза, и я не могу это никак контролировать. Попозже попробую сказать. Хорошо, спасибо. Павел, скажите тогда вы, пожалуйста. Одно из основных проявлений гнева – это во время споров. Я жил один год в Китае, и могу сказать, что в Китае есть такое понятие, как сохранить оппоненту лицо. То есть есть некоторый кодекс чести, наверное, это негласный кодекс чести. Какую границу нельзя переступать во время споров, конфликтов с кем-либо. Я не знаю, как это можно полностью сформулировать, но, как я понимаю, это проявляется в том числе, что если вокруг есть люди, то нельзя что-то плохое говорить об этом человеке при других людях, когда вы спорите. И, в частности, не нужно использовать какие-то персонализированные ругательства на этого человека. В общем, есть такой вот кодекс чести во время споров. То есть мы не можем избежать спора, но мы можем делать спор более изящным и приводящим к меньшему количеству изливающегося гнева. Спасибо. Спасибо, Павел. Лара, вы добавите? Да, я хотела добавить, поблагодарить Марию за продолжение. На самом деле, я просто внутри себя еще не доехала, остановилась на своем открытии. И действительно, это важно понимать, откуда идет, по какой причине зародилась эта история. И что теперь с этим мне делать? И что же мне с этим делать? Проявлять? Нет. Потакать? Нет. А что же «да»? Вот чему сказать «да» и что в себе возрастить? Как вот найти, как выйти на это принятие? Вот такой вопрос. Открыт пока. Спасибо. Александр, скажите. Огонь – это хорошо. Я не намерен отказываться от огня из-за того, что он кому-то спалил дом или лес. Сейчас я хочу на нем подогревать пищу, греться, чувствовать эту энергию, видеть границу, где стены этого очага. Я думал о том, что кто бы мог не испытывать гнева, и у меня пришел на образ горы. То есть вот гора – это тот, кто не гневается. То есть какие-то просто вот стоит, сидим как гора, да, такая гора. А потом подумал, но если это, конечно, гора не вулкан. Когда вы упомянули горы, у меня тоже сразу вспомнился вулкан. Я, например, в Южной Америке там был, ну, в Андах и в Перу, ну, больше в Эквадоре. Там очень много вулканов, и многие из них работают до сих пор. И вот там, например, городок, в котором мы часто жили, Банис, он прям вот прилеплен к этому вулкану, а он все время работает, он может взорваться в любой момент. Это, конечно, такое чувство скребное. Лара, скажите. Тема невероятно актуальна для меня, как я вижу по своим откликам. У меня есть прекрасная приятельница, которая однажды сказала такую фразу, она говорила это по-белорусски. По-белорусски это звучит еще красивее. Камыш по-белорусски шарот. Он такой шуршит, знаете, вот есть такие вот метелки. Метелки, они шуршат на литру очень, когда они сухие. Так вот она говорит, я не могу молчать, я же камыш. Так вот, Александр, спасибо вам за вулкан. Вот эта вот гора, которая вулкан, я не могу не гореть. Я, конечно, гора, но я же вулкан. Я благодарю. Смеюсь с каким-то облегчением, потому что тему огня я исследовала достаточно плотно. Одно время я занималась углеврождением, и мы исследовали качество огня. И, конечно же, огонь имеет многоликость в своих проявлениях и свойствах. И, конечно же, да, огонь я тоже очень люблю. Но вот эта вот фраза, вот гора и вулкан, Александр, просто от всего сердца я вас благодарю. Я буду сегодня со своим вулканом проживать день как-то, да, мириться, знакомиться, его растить, примерять. Спасибо, Лара. Мария, скажите? Да, я попробую еще раз. Слышно? Слышно. Слышно? Ага, да. В общем, мне важно было сказать, что я заметила сегодня, что мне необходима эта реакция несогласия и гнева. Другой для меня вопрос, как я потом с этим остаюсь внутри, и как я нахожу эту... Ну, то есть, что мне гнев помогает найти согласие внутри, если я не согласна с чем-то внешним. И у меня, ну, вот на примере моего недавнего конфликта, очень свежего, я понимаю, что очень похоже происходило вот за этот год, ну, вот с начала войны. Потому что до нее я жила в какой-то фантазии согласия, потому что я не сильно была включена вообще в политическую историю. После того, как все это стало явным, ну, то есть, нападение, этот такой конфликт, и я злилась и злюсь до сих пор. Но я что-то из этой злости делаю, ну, то есть, что я из нее порождаю, продолжение войны, или я ищу какое-то внутреннее согласие, подтверждающее мое внутреннее восприятие, как вообще мир должен выглядеть, и что-то с этим делаю. Вот, наверное, об этом я хотела сказать. Спасибо. Спасибо, Мария. Знаете, тоже сейчас скажу немножко, ну, во-первых, все-таки вот этот буддийский контекст хочу сюда привнести и снова вспомнить слова Неседимироши о том, что, ну, когда мы говорим о естественности, то это всегда вопрос про естественность, чья естественность, каким путем я иду, и кто я такой вообще. Для разных существ естественно разное, и для разных путей естественно разное. Тут мне первое, наверное, что приходит на ум, знаете, вот в боевых искусствах, ну, вот есть разные способы драться, есть разные способы битвы. Вот у нас сейчас война идет, и каким бы мы миролюбивыми ни были, но если нападают на ваш дом, то, ну, вот, я не знаю, я считаю, что нужно защищать этот дом. Ну, и нужно, соответственно, тогда драться, нужно как-то отстаивать свое, свое. Ну, и тогда, ну, и вопрос, как я буду отстаивать это, есть ли у меня какой-то путь сквозь это. Ну, и вот я просто занимался там в молодости боевыми искусствами разными, там, но все это были такие восточные боевые искусства. То есть там было и каратэ, и акидо, и там шушу разной стиле. И там, конечно, тоже есть свое какое-то свое разнообразие включенности эмоциональной в этом, но в целом такой вот общий настрой все-таки на уравновешенность, на то, что даже если, ну, собственно, боевое искусство, оно призвано к тому, чтобы, ну, победить, а зачастую убить, убить противника, уничтожить его. Соответственно, ну, вопрос, как я это делаю, из какого состояния. Вот я знаю, там есть традиции, например, так вот, наверное, знаете, вы слышали берсерки, да, то есть это когда, это как бы обратное там, когда человек вводит себя в переживание, специально вызывает себе переживание очень сильной ярости, и эта ярость, вот как тот самый огонь, она просто дает огромную энергию, когда человек вот сметает на своем пути и за счет этой ярости все. Но оно такое похоже на трансовое состояние в большей степени. Вот просто вот эти восточные боевые искусства, они как бы построены, на другом вообще основаны, они основаны на уравновешенности, на культировании этой уравновешенности и действий из нее, из уравновешенности. То есть там гнева нет. Человек может там, ну как бы действительно убить другого, но без гнева. Ну вот это как бы просто две разных позиции совершенно, две разных естественности, если человек доходит с культивации этого пути до определенного там уровня. Поэтому вот здесь всегда вопрос для меня, ну если мы сейчас, ну то есть просто вопрос войны, он разумеется у нас существует здесь как непосредственно, потому что война продолжается. вопрос, но мы все-таки здесь собираемся люди, непосредственно не участвующие в боевых действиях, когда нас, ну как бы вопрос, как я вообще в разных ситуациях по жизни, в жизни встречаюсь с этой областью, то, что мы назовем гнев, областью выражения себя. И тут, ну вот для меня это опять все про одно и то же, про вот вся-вся-вся буддийская дхарма, она задается вопросом, вот посмотри на себя, ты одновременно единица, как вот, ну вот это мой пример с пальцами и с рукой, ты одновременно вот этот палец, перст, так сказать, один, и ты одновременно составляешь, ну как, ты, ты рука, то есть ты как палец, ты рука. Это даже вот не просто как, ты как палец, как часть руки, вот ты и есть рука. Будучи пальцем, ты и есть рука. Вот это двоякость этой позиции, которую очень сложно нам уместить в себе. Если рука, это вообще все, что существует, вся вселенная, все, все, что есть. Но одновременно с этим я индивидуум, я отдельный. И если в руке, ну рука все-таки согласована, и у нас редко бывает такое случай, когда один палец начинает бороться с другим пальцем, и как бы когда одна рука действительно не ведает, что творит другая, или они там начинают бороться. Но в жизни, когда, ну вот, мы сталкиваемся с тем, что конфликт, как вы тут говорили, конфликт – это чай жизни. И убийство живых существ, как такое максимальное радикальное выражение конфликтности – это тоже чай жизни. И вот очень сложно нам с этим. И мне кажется, собственно, эти обеты, они указывают на эту сложность. Они просто показывают нам, надо сюда смотреть, надо искать путь свой в этом каждому. И вот тогда получается, что я встречаюсь действительно со своей, со собой, в том числе со своей обусловленностью, ну какими-то, например, генетическими и воспитанными обстоятельствами. То есть, ну как бы у каждого есть свой темперамент. Вот действительно кто-то более огненный человек, кто-то более там прохладный человек, там водяной, там, не знаю, какие-то вот эти метафоры, если все стихиями взять, действительно можем обнаружить. Кто-то более спокоен просто по своей природе, ему как-то легче вот с этим спокойствием, с этой равновешенностью, может быть. А второй по обстоятельствам своей жизни, по природе. Вот он, у него такой темперамент. Вот он огненный человек, он легко, он вспыльчивый. Вот эта вспыльчивость, да, есть такое же понятие. И тогда вот всегда этот вопрос, а как мне свою вот эту природу не... Ну так, чтобы ее не задавить совсем куда-то, не как-то подавить. И в то же время мир-то вокруг себя не порушит совсем. Потому что действительно часто неуправляемый этот гнев, особенно когда он как-то неуместен. Ну вот, когда он разрушает что-то ценное, что-то важное. Мы потом жалеем об этом. Думаю, что каждый уже поживший на свете знает про это, как это все... Проходил не раз такой путь свой. И поэтому это вот вопрос такой, ну для меня лично, это исследование, вопрос исследования вот этих распределения ценностей и своих реакций. Потому что, вот как сказал Мария, я очень в этом согласен, как бы из своего опыта переживает так, что я испытываю гнев, воздражение, как защитная реакция, если я чувствую, как бы переживаю нападение на свои ценности и на атаку на них. Опять же, объективно это или субъективно? Конечно, это субъективно. Конечно, это всегда субъективно. Если я переживаю, я сколько субъект это переживаю, я не знаю фактически, что имеет в виду человек, и мое вот это вот желание защитить свои ценности, оно возникает из моего субъективного восприятия. Конечно, это всегда так. Ну вот, и бывает, что это оправдано. Ну вот опять, вот как вы, Мария, говорили, то, что с гневом по поводу войны у меня тоже самое было. Прям вот, ну вот когда, собственно, ну я не очень, как сказать, я надеялся, что все-таки эскалация не дойдет до войны, но когда я проснулся 24 числа и вот, собственно, вышел в эфир и узнал там, что война началась, первое, что я испытал, сильный гнев, сильная злость. И, ну, это было переживание, я не позволяю вам делать со мной это. Со мной, это со мной произошло. Вы разрушили мой мир. Вы его разрушаете. И, ну, дальше вот действительно для меня также вопрос стал, что окей, я испытал этот гнев, я испытал это, ну, как желание отразить эту атаку на мою жизнь. Да, я живу фактически, физически здесь далеко от военных действий, но мой мир, как он был устроен, он был разрушен в этот момент. И, соответственно, тогда у меня возник вопрос, каков будет мой ответ? И вот здесь, вот это для меня в этом разница. Получается, что есть симптом, как вот то, о чем вы сказали, симптом, как такой укол, как вот эта энергия, которая мне показывает сегодня так, произошло неправильно я для меня. Дальше вот этот вопрос, как я буду дальше с этим действовать в этом. И вот то, что они тут все, вот эти люди мудрые говорят, не распалять, действительно, не распалять этот гнев, потому что, ну, вот это распалять симптом. Да, вот, то есть вопрос тут, зачем? Что я буду дальше с этим гневом делать? Может быть, это ситуативно, это будет правильно. Ну вот, идти и, может быть, мне действительно выбрать там в этот момент путь этого берсерка, условно говоря, там, да, используя эту энергию, защищая там свои ценности, нападать. Ну, вполне возможно, я в этом смысле здесь, может быть, не очень правильный буддист. Тем не менее, чаще все-таки я осознаю, что мне нужно сам этот симптом как бы преобразовать во что-то, во что-то, что я могу построить на этом, да, вот, что я могу сделать. Ну и вот в моем случае это преобразилось, вот, ну вот, эти наши, например, встречи. То есть, если я испытываю гнев как симптом нарушения, то есть, собственно, той самой согласованности. То есть, я чувствую в этот момент раз согласованность. У меня это вызывает гнев. Дальше мой вопрос, как я могу, ну, как-то двигаться в сторону какой-то согласованности, чего-либо. Ну, в смысле, там, где я чувствую нарушенность этой согласованности. Опять, удастся ли мне ее установить или не удастся, это неизвестно. Но я буду пытаться. То есть, это тогда вот мой путь, он как бы разворачивается в этом. Больше согласованности, и тогда вопрос, чего и с чем. Вот. Но, конечно, далеко не всегда. Вот, как бы я сейчас говорю про это, рассказывал про это, как начало войны я там переживал. Ну, вот недавно у меня был случай, когда я чуть вот этим гневом, который как раз был, как сказать, изошел во мне из иллюзорного восприятия отношений. Я чуть не порушил этим гневом действительно очень ценное отношение для меня. И вот здесь надо чуть-чуть вернуться, наверное, когда часто гнев изникает, вот как такой вот, когда он распаляется сам собой, ну, вот что я в себе понаруживаю. То есть, так же, как и жадность, вот предыдущие наши, вот, собственно, эти две, два этих яда, на которых в буддийской дхарме обращается большое внимание, как такие основные яды. Это жадность, как хватание и ненависть, как отторжение, отвращение, вот эти два импульса. Опять же, как мы уже это обсуждали, неоднократно, они нам нужны для выживания, вот это притягивание и отталкивание. Но насколько они как бы осознаны нами, насколько мы можем ими ими скорее пользоваться и управлять, чем когда они нами пользуются и управляют. Вот это вопрос такой уже какой-то культивации, сознательной культивации, сознательной работы и какого-то пути действительно своего в этом. Так вот, то, что я замечаю, когда, например, у меня рождается вот эта реакция гнева, которую сложно останавливать, бывает. Ну, не часто это происходит, но бывает. Это вот когда я ослаблен, в общем, когда мое внимание ослаблено, когда я физически, может быть, ну и вообще физически и психологически себя нехорошо чувствую, когда я, вот не в ресурсе вот такое есть выражение. Когда я перегружен и не успеваю как-то это интегрировать все в себя. Вот у меня просто не так давно была такая ситуация, как раз вот в феврале у меня был довольно тяжелым таким вот, в смысле перегруженности, эмоциональной, то есть как-то на меня сваливалось много всякой тоже такой информации тяжелой, там люди мне говорили, писали всякое, мы там с ними обсуждали это и как-то накапливалось. Плюс там свои какие-то проблемы и накопилось, так сказать. И у меня есть отношения очень близкие с друзьями и мы переписки находимся постоянные, регулярные. Соответственно, моя подруга, она вот что-то написала такое, на что я отреагировал, как вот мне показалось, показалось, что она как бы атакует вот определенную мою важную ценность. Я начал писать ей и начал писать так тоже достаточно резко. И это удивительным образом, ну, действительно удивительно, потому что как быстро это выросло в какой-то почти разрыв. Вот как вы говорили, Павел, что вот есть этот кодекс части китайцев. Но я думаю, что опять же, наверное, не у всех китайцев вообще, а у некоторых китайцев, которые пытаются с этим работать. Но вот сильно не уронить лицо другого человека, или как там, чтобы другой человек не потерял свое лицо. То есть не переходить определенной грани в этих атаках. И вот мы с подругой дошли почти, мы почти до такой границы. и в общем-то когда мы как раз до нее дошли, меня это как-то охладило. Я так сказал, стоп-стоп-стоп, так надо что-то развернуться. Потому что это прямо, если бы мы перешли эту границу, то это бы точно разрушило наши отношения, очень дорогие для меня отношения. Вот тут, ну и как бы для меня тут, знаете, такой большой процесс. то есть о чем бы я хотел сказать. То есть во-первых, что действительно важно мне лично, важно отслеживать свое состояние. Что если я чувствую, что оно как бы ослаблено, я имею в виду вот психологически, да, это же все-таки в основном мы сейчас говорим вот именно на таком психологическом уровне общения там с другими людьми. Если я ослаблен, внимание, вот общее мое состояние, если чувствую себя перегруженным. Понятно, что разные бывают ситуации. Понятно, что бывает, что если мы увлечены в активную жизнь, ну как бы, что нет даже возможности отдохнуть. Но все-таки вот сам это для меня вот это тоже еще этот звоночек, как вы говорили, Мария, опознавание в каком я состоянии. Собственно, вот с нашей практикой осознанности это прям непосредственно коррелирует. Мне нужно знать, как я сейчас. Мне нужно это осознавать, нужно отдавать себе отчет. Если я понимаю, что я сейчас не в лучшем состоянии, то может быть, мне не стоит вообще, ну если есть возможность, не стоит входить в коммуникацию даже, как бы подождать. вот там очень часто такое бывает, что как бы если я поставлю что-то на паузу, ничего страшного не произойдет. Вот в моей жизни это часто происходит, не знаю, как ваше. Говорю, не всегда это возможно, но часто. Что если я просто, например, сообщу человеку, слушай, да, я тебе напишу там завтра или там через какое-то время. не произойдет катастрофа, очень часто в моей жизни не происходит, особенно если мы находимся в переписке, например, вот такой. Сейчас это хорошо, в общем-то, когда есть, можно делать паузу, не обязательно отвечать немедленно, реагировать немедленно. И вот для меня это такое прям, ну какая-то практика, которую я стараюсь притерживать, хотя вот получается, что не всегда получается. Не всегда получается. Но мониторинг, так сказать, своего состояния и, соответственно, если я не в очень хорошем там ресурсном состоянии, то не имеет смысла сейчас выходить туда, в эту коммуникацию, потому что можно, я сам знаю, что я могу наломать дров в этой коммуникации. То есть мне нужно охранять, если, опять же, ценность, вот она охраняется мною, да мне нужно ее охранять вот таким образом, от себя же, в первую очередь, от себя. Если я чувствую эту атаку, как бы, то это вопрос, ну вот для меня это вопрос ко мне. Так, так, подожди, ты сейчас как вообще сам? В каком ты состоянии можешь ли ты отвечать? Вот опять здесь я возвращаюсь к тому способу, как я могу это отвечать. если я придерживаюсь способа того, что есть, например, в восточных боевых искусствах, даже если мы находимся в борьбе какой-то, то могу ли я делать из более равновешенного, то есть более ресурсного состояния, более устойчивого состояния? Ну вот это какой-то такой вопрос первичный. Если нет, то тогда, может быть, имеет смысл отойти пока, набраться, так сказать, сил. Бывает, что даже просто времени, если я даю себе время, там, час, два, день, не знаю сколько, паузу делаю, бывает, потом я туда заходя в эту коммуникацию, даже сколько раз проверял, то я читаю какое-нибудь сообщение, у меня одна реакция, потом, если я не отвечаю немедленно, ухожу, я захожу там через час или на следующий день, читаю это же сообщение и я вижу, что я его читаю совершенно по-другому, я его вижу совершенно по-другому. Здесь это опять же коррелирует, если помните, с тем понятием апомада, когда помада это опьянение, а а это антиопьянение, значит, трезвление его общее, это апомада. То есть, я понимаю, что я был до этого опьянен своим состоянием определенным, да, вот этим гневливым откликом, раздражением. И как бы, значит, пауза имеет смысл у меня. Вот. Ну и с другой стороны, вот как, опять же, как вы, Мария, сказали, конечно же, гнев как симптом, ну, я считаю, он очень важен, потому что он показывает на некую рассогласованность сейчас. И вот само это слово согласие, почему я сегодня решил его привнести, потому что это вот, если мы говорим глаз, то есть согласие, то есть это как мы звучим, вместе ли мы, согласованы ли мы, или не согласованы. то есть голос, наши голоса, мне кажется, это что-то, ну, вот у меня ассоциации, такие метафоры рождаются от какого-то хорового пения, да, общего пения, что, например, вот в любой духовной традиции, кстати, ведь это, вот, какую ни возьми, везде люди хором поют, это же не зря, ну, и в народных традициях, там, в деревнях просто, причем, действительно, это повсеместно, это архетипически повсеместно происходит в любой культуре, люди поют вместе и в духовных традициях, там, так или иначе, там, тем или на способах, в церквях, там, где-то еще, вот, в буддийской традиции тоже все эти песнопения происходят, с утра поют, пропевают, то есть, это какая-то важная часть нашей, этой общности, вот, когда мы можем сонастраиваться, именно входить в какой-то резонанс и когда мы согласованы, а несогласие, это когда нет этого резонанса, нет этого переживания общности, для меня это, соответственно, чувство несогласия, это именно вот этот симптом, он важен, да, вопрос для меня, как я могу, какие умелые средства, если они есть, я могу найти, чтобы прийти снова, вернуть какую-то согласованность, ну, вот, для меня какое-то такое рассуждение тут родилось, Наталья, скажете? да, я просто хочу, ну, вот эти все ваши рассуждения подтвердить, потому что, ну, я так быстро сказала, что вот все принять, но на самом деле, если говорить о борьбе, да, и о, ну, там, желании поразить врага, о решении, вот мне бы хотелось достичь именно такого, такой возможности, такого состояния, когда я буду принимать это решение из, ну, состояния уравновешенности, а для этого я сначала должна, ну, идентифицировать свой гнев, да, свою ярость и выйти за пределы ее, и тогда уже принять, если я принимаю решение, ну, убить, да, поразить врага, бороться, но я это не хочу делать ослепленной, ну, своей яростью и своим гневом, недаром же существует, даже выражение такое устойчивое, ослепленный гневом, ослепленный яростью, я чего-то не вижу, чего-то не принимаю во внимание, и тогда мое решение, ну, не может быть, ну, полностью осознанным и полностью правильным, то есть, ну, я не знаю, может, это идеализм какой-то, и я никогда не достигну, да, такой стадии, не разовьюсь настолько, но это, ну, то, к чему я стремлюсь и как бы в повседневной жизни, то есть, выйти за пределы своего, а гнев и раздражение, оно во мне рождает, когда я с чем-то не согласна, когда кто-то или что-то, ну, делает не так, как мне бы этого хотелось, как мне нравится, и вот, ну, выйти за пределы, найти равновесие и потом уже принять решение, ну, там, бороться и убить, если это необходимо. Вот, как-то так у меня. Спасибо, спасибо, Наталья. Аня, Аня, скажи. Видно, слышно, да, меня? Слышно. Ага, ну, я тоже вот уже продолжение того, что говорилось, о том, что гнев это симптом, несколько историй жизни. Вот, одна из них, ну, я рассказывала, что тут моего папы в детстве был, ну, в моем детстве, был период алкоголизма, когда он, ну, и когда он пил, он, собственно, не был гневный, он, вообще-то, были всякие другие состояния, ситуации, а вот между, ну, когда он выходил из запоя, я очень боялась всегда его встретить, потому что он взрывался по поводу и без повода. И я помню, что, ну, как раз, когда, ну, там, зашла речь о том, что он будет лечиться, я испугалась, что теперь он на всю жизнь вот останется таким гневным, и я его всю жизнь буду бояться. и там, ну, как-то удивление мое и радостное открытие, что ли, было в том, что, когда он, ну, закодировался, то и эта гневливость его стала гораздо меньше. И дальше для меня это большой урок, то, как он и сейчас, ну, то есть он до сих пор, да, вот, как Александр сказал, человек-алкоголик на всю жизнь остается, ну, в смысле, что он не может спокойно относиться к алкоголю, как, видимо, и я теперь, в частности, потому что, ну, вот этот камертон гнева, он все время, ну, и у него, ну, ну, как-то вот, он его сейчас как-то все лучше и лучше контролирует, но это прошли там годы, ну, то есть прошло сколько-то, там уже лет 30 с чем-то, наверное, с тех пор, вот, и то, что он, ну, действительно как-то, ну, то есть он продолжает гневаться и быть вспыльчивым, темпераментным человеком-вулканом, но он себя на этом как-то ловит, то есть иногда он может на кого-то кричать, но после этого он начинает объяснять, а что произошло, обращается к своим чувствам и так далее, и для меня это важная тема в смысле, ну, тоже отношения с детьми, вот, ну, как Светлана говорила, в том числе, когда они, ну, и там, не знаю, мой сын, сейчас вот, как-то неаккуратно, например, обращается со сфирью при всей его любви, еще что-то, да, у меня, ну, естественный порыв, вот, возникает такой, на него как-нибудь рявкнуть, и я понимаю, ну, и тогда вот эта вот карма того, что я боюсь своего отца, может повторяться, если дети начнут бояться меня в гневных состояниях, вот, и, ну, вот, и в этом плане практика Элса, ну, для меня какая-то была очень большим открытием, ну, вот в этом году, когда мы с ней сидели, и вот эта возможность обнять себя, в том числе в этом состоянии, ну, и там осознать, какая моя ценность нарушается, вдохнуть, выдохнуть, побыть с этим в паузе, и потом действовать уже из другого состояния, ну, прямо очень важно, и спасибо за это. А еще, ну, по поводу, еще по поводу того, что гнев, это иногда это симптом, ну, да, и сейчас, вот еще одна вещь по поводу того, что гнев, это в том числе, ну, некоторый знак того, что какая-то ценность нарушается, я помню тоже у меня в каком-то подростковом возрасте вдруг было открытие, что гнев, это же очень весело, что быть в праведном гневе дает очень много сил, ну, и вот, пожалуй, может быть, такого берсерковского плана, но даже не обязательно, что просто это здорово дает хорошее самочувствие, и кого-то гнобить, извиняюсь, это такое веселое состояние, да, и опять же, если в этом еще с кем-то объединиться, вообще здорово, но дальше это вот гнев толпы, и там, травли, еще что-то очень многое на этом, ну, может строиться, и я не хочу быть, ну, то есть потом я в какой-то момент поняла, что вот в этом я тоже не хочу жить, не хочу быть тем, кто травит кого-то, потому что даже если, ну, что-то, что, ну, как бы это там высмеивание каких-то важных, ну, вещей, которые разрушают важные ценности, вот, и еще одна вещь, про то, что гнев – это симптом, тоже вот, ну, такая была относительно недавно у меня история, что у меня есть подруга, которая тоже в какой-то момент вдруг стала, ну, как-то очень раздраженно, на многое реагирует, что мне казалось пустяком, и, ну, и я какие-то моменты была ей готова ответить, ну, тоже так резко, но потом вдруг я поняла, что это в этом не то, что если человек гневается на какие-то пустяки, ну, ну, с точки зрения, ну, как бы моего понимания ее жизни, что тоже как-то, ну, в общем, точно не стоит на это так же, реагировать резко и распалять этот гнев. Ну, я потом через какое-то время выяснилось, что у нее онкология, и, ну, и что это были ее прям телесные симптомы, ну, вот, которые так проявлялись, ну, и потом мы с ней тоже это обсуждали, что, ну, что и для нее это тоже, в какой-то момент она вдруг поняла, что надо идти к врачу, потому что что-то не так происходит, вот, ну, и тоже я про себя думаю, что, ну, вот то, что ты, Валера, говорил про состояние ослабленности, что это, это, конечно, частая история, особенно, ну, вот я сейчас, когда, опять же, часто не высыпаюсь, живя с маленьким ребенком, я понимаю, что вот есть такое искушение, и со старшим сыном это было гораздо сильнее, а сейчас, возможно, и в том числе, благодаря практике, медитации, и вообще нашим разговорам, это как-то стало легче с младшей дочерью, ну, и она поспокойнее, на самом деле, что, ну, вот если я там не выспалась, потом я там весь день так или иначе несчастна, и я там либо злюсь, и там, допустим, не на ребенка, но на всех, кто, значит, как-то не так, что-то делает с ребенком, еще что-то, вот, и сейчас, ну, мне как-то это лучше удается, может быть, предвидеть в том числе, и, ну, и как бы вспоминать про Элсу, и ставить себе какие-то опоры, давать себе время посидеть и подышать, вот, спасибо, все. Спасибо. Владимир, скажите? Да, приветствую, для меня гнив, это такое нормальное свойство человеческих существ, и когда я подобряю гнив, то я, может быть, отказываюсь от такой очень важной энергии, у меня довольно длительный опыт занятий всякими боевыми искусствами, не всякими, конкретными, да, и там, что там происходит, там, базовым состоянием является вот спокойствие и присутствие, и любая эмоция, в том числе и гнев, она переживается на фоне, вот, это фоновое состояние, спокойствие и присутствие, вот, и в нем можно делать все, что хочешь, и все будет хорошо, и гневаться, в том числе, вот, мои собственные ситуации, с отношением, там, собственным сильным гнем, они были, как правило, связаны с нарушением моих границ очень сильным, и вообще, вот, гнев, это когда нарушаются границы мои, живого существования, я здесь рассказал ситуацию, которая была, правда, давным-давно, когда на меня напал десантник, да, и там это была пивущая ситуация, когда, ну, я просто и коротко расскажу, без деталей, да, значит, это было очень давно, когда мы пользовались автоматами с карточками, я звонил по карточке о своей маме, которая жила на другом конце земного шара, это был день десантника, воздушно-десантных войск, ВДВ, в парке Победы в Петербурге, и ко мне просто неожиданно постучали, и меня просто парень выбросил из автомата, им очень было нужно, да, и стал звонить по моей карточке, а, пришел звонить, и когда я в почве возмутился, во мне возник сильный гнев, да, это было очень резкое нарушение моей границы, я стал с ним драться, но у меня вот не было гнева, ну, была, наверное, такая холодная ярость, но, как это сказать, но он тяжелый, тяный к тому же, и я, а я маленький, правда, я был быстрее его, но я понял, что он меня убьет, скорее всего, вот еще в тяжелых с ним в ботинках, у него был такой коронный удар прямой в голову, на его голову, вот, и тогда я понял, что если я не, так сказать, не то чтобы, я не войду с ним в соприкосновение, он меня убьет, скорее всего, вот, и я вошел и буквально усадил его на шпагат. У меня не было ни гнева, ни ярости, да, вот, потом я ему попытался, правда, я сначала тряхнулся, как Брюс, это уже был момент ирония такой, и там, пытался подать ему руку, но он, у него, видимо, были порваны связки, он мучился сильно, вот, но еще что происходило в этот момент, я не выпал из контекста, я не, вернее, я увидел всю ситуацию целиком, да, и она разрешилась, вот так, как разрешилась, да, он не извинился, правда, перед данным местом мы не обнялись, да, он не осознал, что он был неправ, вот, и такие, ну, вот, в целом, это вот, в ситуациях острых, они встречались со мной неоднократно, не только в этой ситуации, действительно, когда они теряют целый контекст, когда они не фокусируют с точки вот именно выражения своего гнила, тогда часто происходит такое разрешение ситуации наилучшим образом, и жизнь сохраняется, да, а иногда лицо сохраняется у другой стороны, которая агрессор, нападающий, вот, ну, не всегда так, конечно же, получается, я тоже бываю, я охвачен гнилом, точно так же, как я охвачен старости, чем угодно, ну, вот, то, что и не всегда в этой ситуации удается, если ситуация живая, конкретно, сделать паузу, да, потому что жизнь, она двигается, вот, вот, но, а еще вот вспомнил другую ситуацию, которую тоже я когда-то рассказывал в сообществе, да, когда я вот в Геневе бежал за обидчиком вместе с толпой людей, да, но этот обидчик он до этого чуть не погубил статистическую группу, потому что это был тракторист, который охотился на прицеп, в котором ехали студенты с картошки, да, и вот когда, вот это ощущение, когда мы вместе бежим и готовы разорвать, вот это вот, вот это даже неправильный Генев, там очень много жажды такой убийства, да, и вот когда я это почувствовал, я остановился, да, вот это была такая остановка, в ней было много там энергии, ясности, да, вот, и я, ну, мы не стали его разорвать на, разорвать на кусочки, вот, и все, мы вязали в милицию тогда, вот, и это тоже важный был для меня момент, переживание, когда, ну, вот этот вот архетипический гнев, когда мы все бежим за этим негодяем, который только что нас чуть не убил, это чрезвычайно сильная чушь, вот, ну, таким мне сегодня бессвязанная вещь, спасибо. Спасибо, Алина. Саша, скажи. Да, ну, раз сегодня, слышно меня, да, нормально? Да. Раз сегодня мы, так сказать, про свои собственные какие-то истории рассказывали, я хочу тоже поделиться, значит, ну, из серии «Доктор, я феномен». Ну, значит, здесь, в чем суть, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что я очень трудно завожусь, то есть у меня состояние гнева, ну, может быть, я знаю, что это состояние, оно нас случается, может, раз в пять лет. И, ну, тогда это такое, что оно просто, я врубаюсь, я после этого не помню, что со мной было, но оно быстро проходит, там, ну, за секунду, секунд пять, эта волна происходит, потом она быстро проходит. И, ну, я так думаю, откуда это пошло, ну, в детстве меня частенько убивали, так сказать, пацаны, но один раз, я вот, видимо, впал в такое состояние, ударил в ответ. И очень удивился, что человек развернулся и побежал. И все, давай, значит, на меня говорить, ну, давай, давай, догоняй его, добивай. И я чувствую в себе, как вот эти пузырьки гнева, они просто и испарились. То есть моментально. То есть я не хочу за ним бежать, то есть у меня просто нет, вот я даже пытаюсь эти пузырьки в себе поднять, потому что, ну, как бы общество в целом так устроено, что нужно там загонять, добивать, то есть хотя бы, чтобы следовать правилам, ну, можно там это сделать, но в себе при этом не чувствую никаких при этом эмоций, движущих к этому. И поэтому, ну, при этом меня нельзя назвать каким-то апатичным человеком, правильно, да, то есть я довольно активный в жизни. То есть вот это состояние гнева, видимо, какое-то очень другое. Ну, я еще хочу сказать, что, по-видимому, на войне вообще тех людей, которые пытаются состояние такого замутненного гнева, ну, они там исчезают быстро. То есть, мне кажется, на войне реальной там нет гнева. Там, то есть, это ярость благородная, это только в песнях поется, а на самом деле там все спокойно. Если ты там в гневе побежишь, попадешь на ловушку, и ты же тебе каид. То есть, поэтому здесь очень как бы такой вопрос для меня интересный. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Саша. Илья, скажите. Да, доброе утро. Из моего опыта с гневом, работой с гневом, потому что я тоже, что-то у нас тут целое сообщество гневливых людей, ну, огненных, то есть, наверное, это даже и неудивительно. Я когда-то очень давно прочитала о том, что эмоции, кстати, тоже гнев, это же как бы эмоция, эмоции, почему-то было какое-то астрологическое что-то читала, и там вот рассматривался аспект льва, ну, огненного знака, и что именно с этим огнем вот лев справляется через игру, это как бы отыгрывается. Ну, как-то вот я так прочитала, отложила, но вот сейчас я понимаю, что у меня сейчас изменилось, у меня появилась дистанция между мной и моим гневом, моими эмоциями, любыми такими очень сильными, и вот именно я вижу, что если ты их отыгрываешь, причем иногда очень даже в комической форме, вот тебя что-то захватывает, и вот как психологи даже говорят, что ты не отправляешь это конкретно человеку или туда, где этот импульс, а вроде как бы ну вот в пространство, вот кстати гневливые библейские пророки, они же тоже так с Богом разговаривали, претензии выставляли, вот, и поэтому если вот как бы в пространство ты отдаешь и в какой-то момент именно благодаря тому, что есть этот люфт внутренний, ты замечаешь, что ты действительно этой энергией можешь управлять, это как если сравнить там лесной пожар или же огонь, который ну допустим в горелке, и ну конечно если это не очень что-то сильное, что тебя захватило, я замечаю, что в какой-то момент ты действительно вот становишься таким вот как это шутом и ты можешь как-то в какой-то такой даже в форме какой-то ну я не знаю как-то вот так завернуть это и оно даже смешно становится, то есть это какая-то игровая такая виньетка получается и оно действительно как бы сразу ну очень быстро снимается вот отыгрался отыграл это в форме то есть ты вложил эту энергию в какую-то игровую форму и оно тебя отпускает это один момент но я не знаю насколько я там внятно это описала но это действительно очень такой внутренний опыт в состоянии а второе кстати удивительно что об этом никто не вспомнил это сакральная действие мата я вижу что когда меня захватывает что-то вот или такое очень раздражение очень сильное я себе позволяю как бы матюкнуться причем я это делаю сознательно ну как сознательно то есть я понимаю что я сейчас делаю ну я наверное для себя это объясняю что это какая-то форма заземления потому что оно как бы ни на что не направлено оно просто вот как бы так и это тоже наверное же слив но это какой-то слив не знаю тут вот сложно это объяснить правильный или неправильный ну вот недаром же вот это сакральное просто сейчас этим пользуется неумело и как сказать ну короче во вред потому что этим надо уметь пользоваться вот и тоже очень быстро попускает то есть вот нет этого что ты как бы в этом варишься варишься то есть ты как бы ну отправил к праотцам и все оно практически сразу снимается вот я это заметила вот ну вот я поделилась с вами спасибо спасибо Владимир скажите я вот про сакральное действие у меня просто есть одна история не моя правда она очень показательная я стоял на есть такое место в Петербурге в Зеленогорске где всякие дачи в том числе дачи петерской интеллигенции на перроне стоит там такая старушка в шляпке с валью такая сумочка петерской интеллигенции там а пятеро подростков начинают не то чтобы ее задирать и там не только представить они еще матерятся предок вот и а я стою рядом я думаю что мне делать да вмешиваться не вмешиваться и тут старушка она так заматерилась вот я такого мата как это сказать не слышал в жизни причем это птичий шестиэтажный мат но в этом была такая великая сила да просто подростка вот буквально там просто они исчезли их мило буквально да значит старушка как-то в чем-то любовала там стоит ждет электричка ну это было вот это было что-то такое сакральное таинственное волшебное да а еще по поводу вот работа с гневом вот не случайно в том числе в китайских школах работают с животными животными ну со стилями с животными и в том числе там ну в разных в том числе в шаолинских стилях много работают там не знаю и с медведем и с тигром да это как раз опыт интеграции вот такой вот огненной энергии гнева и так далее и это это очень много дает значит и о владении вот гневом не о владении а скорее вот умение работать с ним это великое сило нельзя его негативально подавлять еще мне вспомнилась фраза тик на тхане что добро должно позаботиться о зле да вот именно и когда я заботюсь о своем гневе вот вот я его не подавляю это тогда получаете хорошо спасибо спасибо я вот ну как тут знаете только как отклик на в общем-то большинство из ваших высказываний что если как-то обобщить это мне кажется знаете это можем сказать как у меня рождается какое как сказать определение этого это о культуре гнева или о культуре вообще взаимодействия со своими чувствами то есть когда мы действительно делаем это частью что как бы мы не пускаем это на самотек вот когда оно как-то само там что-то делает тогда мы пытаемся это культурить ну потому что культура это наше человеческое свойство и мы в общем-то вот то что есть у всех животных мы это культурируем как-то мы делаем это человеческим мы делаем это мы очеловечиваем ну вот я часто привожу эти примеры что мы питаемся мы создаем мы едим так же как и все живые существа остальные а зубами раздираем плоть мы чавкаем и пережевываем и перевариваем это все очень такое физиологическое то что происходит с любыми живыми существами но у нас вокруг этого огромная культура построена мы пользуемся какими-то специальными предметами для этого мы не едим вот так вот просто как попало руками то есть если мы это делаем мы тоже делаем специальным образом как бы как-то наделяет определенным культурным смыслом но вообще у нас вокруг этого огромная действительно построена такая культура взаимодействия с этим как раз и это связано с нашей социальностью с нашими социальным взаимодействием мы там едим вместе с кем-то мы как-то огромное количество вот этих аспектов когда мы вот этот физиологический акт оформляем определенным образом нашим человеческим образом мы туалеты строим специальные даже если это какая-то будка в огороде деревянное это все равно специальное место отхожее место мы так говорим отхожее место то есть это нечто специальное специализированное заведение то есть это мы оккультуриваем вот этот физиологический процесс как выделение из себя вот этих вот отходов другие же существа этого не делают мы делаем получается что тогда вот собственно наш наш способ взаимодействия со многими вот этими физиологическими какими-то биологически обусловленными инстинктивными областями нашей жизни важно чтобы он был какой-то наш очень человеческий вот собственно здесь сознание это это и есть вот это основной способ не нужно обратить на это внимание на эту область обратить внимание на то что она комплексная что она противоречивая что да мне нужно вот ну вот в этой вот прадигме я один и я вхожу в конфликт регулярно с кем-то другим и я целое мы еще и сотрудничаем с кем-то другим и вот целое с этой системой входя в это мне нужно получается какой-то инструментарий нарабатывать прям нарабатывать инструментарий и действительно может быть вот кстати мат вот я тоже хочу к этому присоединиться мне например не нравятся тенденции когда люди матерятся походя когда это размывается когда люди говорят матом вообще вот в повседневной жизни я считаю мат должен быть обязательно чтобы он работал хорошо он должен быть выделен в определенную сферу жизни когда действительно вот мат хорош когда тебе больно когда как бы вот тебе больно и и я даже знаю какие-то ну что-то я там слышал в каком-то подкасте я не знаю сколько это там действительно подтверждено ли точно каким-то исследованиями но вот человек говорил что были какие-то исследования вот мозга сейчас же много таких нейро всяких исследований мрт и прочее то там он рассказывал что во время вот этого ну когда человек матерится когда он ругается это может быть на любом языке там у всех своих есть какой-то матерные слова какие-то ругательные слова что там другая область другая область мозга даже включается больше чем вот определенная там которая за речь вообще в целом отвечает вот там какие-то особые области мозга работают но это происходит только тогда когда для человека это действительно разные сферы речи потому что если у него это смешано то в силу этой пластичности мозга которая сейчас тоже очень многие говорят это меняется тогда у него нет такой зоны специальной зоны силы как раз зоны облегчающей во многом либо боль либо дающую эту энергию направить направить через этот мат через слово специальное как заклинание не зря вот swear в английском это одновременно это и клятва и вот собственно брань то есть там тоже это есть это как вот мы тоже говорим что в мате таком вот славянском здесь действительно мы обнаруживаем что ну вот я например в словении тут тоже есть те же самые многие из тех же самых слов которые мы употребляем как матерные с каким-то немножко другими акцентами но они есть но вот собственно в английском это тоже как бы двоякость этого и сакральность этого и вот низ и верх крайний низ и крайний верх они как бы здесь соединяются в этом и но опять же возвращаясь к большему контексту вот я считаю что например мат ну вообще ругань как выделенная специальная область это область культуры культурная область это такое вот наше если опять же это не походе если это наделяется если этому дается определенное место мне кажется собственно вообще задача культуры это наделить что-то своим местом что-то как-то это выделить и работать с этим это вот как мы говорим что мы взращиваем сад мы культируем что-то мы оккультуриваем лес у нас есть кусок леса но мы хотим вырастить в нем сад мы начинаем выращивать определенные растения огород там сад и вот здесь тоже культивирование такой какой-то сознательной работы со своими чувствами собственно мне кажется это про это и наши заповеди вот эти они про это же они просто указывают на сложность и на как бы вот на то чтобы мы могли сознательно с этим работать выбирая какой-то свой путь именно сознательный путь не просто там запретить себе злиться вообще что-то как бы и во многом невозможно часто для многих и как бы и в принципе вредно как мне кажется потому что опять же если мы рассматриваем вот эту злость как симптом определенный то это кажется важный такой фактор я еще знаете хотел чуть-чуть коснуться вернуться к теме которую мы рассматривали просто я вот там захожу в чат в наш вижу там ведутся дебаты но я просто в них не всегда могу ну как бы у меня просто не хватает там ни времени ни энергии честно говоря участвовать но я там слежу более-менее не читаю вот был вот Александра написала просто если помните я как-то в каком-то одном из предыдущих разговоров упоминал ну вот когда мы говорили про cancel culture про вот эту вот культуру отмены я упоминал там одного комика Луи Си Кей который вот собственно которого обвинили в том что он когда-то давно занимался мастурбацией при женщинах там своих ну которые находились с ним в таких не совсем равных отношениях он не был начальником никаким конечно потому что они все были там комиками просто но он просто был все-таки более таким значимым там в этой структуре и я упомянул его просто в силу того что как бы когда они обвинили его в этом он признал и потом вот ушел из поля все а он до этого был в общем-то таким очень популярным у него на пике популярности и он просто вот как-то вообще исчез с экранов и его соответственно отменили ему все там контракты его вот и моя идея была я его нисколько в этом не оправдовал просто тут когда Александра написала ну как бы она прочла в моих словах некоторое такое его сочувствие к нему оправдание и так далее но по-человечески я в общем-то ему сочувствую он мне нравится просто как человек ну это вот если бы мой товарищ там какой-нибудь я знаю что он совершил то есть как бы двояко у меня отношение понимаю что совершил человек гадость в принципе да отдавшись опять же своим там каким-то вот этим как сказать ну вот у него такая проблема внутренняя да то есть это странное поведение вообще-то да вот так вот мастурбировать при 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 ком-нибудь вообще то есть это явное какое-то социальное отклонение и человек явно туда заходит испытывая определенные там проблемы в сексуальной сфере если он так 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 делает и в этом смысле как с такой ну условно говоря терапевтической позиции мне его жаль конечно но с моральной позиции с этической позиции я естественно это осуждаю я не считаю это ни в коем случае никаким там простительным таким чтобы попустить это да вот но что мы делаем дальше просто мой поинт так сказать мой смысл того именно контекст был в том что а если у нас вот когда некий проступок не укладывается в формализованный закон ну то есть вот получается так что почему-то у нас пока нет там законов чтобы как-то наказывать мужиков в котором истурбируют там и вот я думаю что многие женщины просто мне многие мои подруги рассказывали что это постоянно то есть вы женщины вы встречаетесь с этим регулярно где-нибудь с такими вот людьми то есть мы мужчины в этом смысле реже встречаемся с такими людьми и нас естественно это меньше оскорбляет ну для меня это было просто смешно в основном вот но я понимаю что для женщины это может быть оскорбительно и но это как бы уголовный кодекс как бы не очень вмещается никаких стран по-моему да я не знаю такого что во всяком случае вот когда его обвинили к нему нельзя было применить никакого там закона вот чтобы его там посадить оштрафовать что-то еще больше чтобы прошло 10 лет или там больше даже и вот для меня это просто я о чем я говорю это как раз о том есть ли у нас какое-то завершение завершение для вот словного наказания да то есть да человек там что-то как бы его так или иначе осудили то есть вот здесь он конкретно испытал там ну вот что от него отказались все с кем он там имел связи ну и вообще вот это общественное осуждение вот что теперь он в глазах вот общественности где он там как-то сиял он резко упал сильно упал вот то есть это ну как бы понятно что это такое вот человек испытывает не самые лучшие приятные чувства в связи с этим и вообще как бы его жизнь такая вот становится не самой лучшей но дальше просто там вот когда Александр говорит что я сейчас открыл сейчас про сроки наказания да и вот она написала я вот сижу и думаю если бы я была на месте этих самых женщин перед которыми дрочило начальство когда я когда бы я смогла простить наверное я смогла бы простить если бы поняла что он тоже испытывает то что испытывала бы я когда он самоудовлетворялся потому что потому что мог просто вот использовал то что он может потому что за людей он этих женщин не считал бессилие ненависть к человеку от которого зависит его судьба ненависть к себе за то что это вообще происходит с тобой длительные ночные кошмары потери самоуважения возможно сильные психологические проблемы в семье и так далее так вот даже после этого ему надо было понять что никаких камбэков на прежнее поприще быть не может и может быть даже если каждая женщина простила бы его все равно никаких камбэков и работа волонтером в проекте по защите женщин от домашнего насилия и харассмента тогда может быть может быть может быть вот здесь для меня в чем проблематичность этого вот в этом может быть может быть может прощу а может не прощу то есть вот нет этого завершения я считаю что все-таки каким бы преступлением не было да человек должен с точки зрения справедливости искупить это ну так или иначе что-то сделать вот ну но это должно быть определено я считаю хорошо когда это определено то есть должно может быть не то слово но хорошо когда это определено вот чем хорош закон собственно чем хорош хороший уголовный кодекс вообще правовая система чем она хороша что там есть определено вот ты совершил такой-то проступок вот ты должен искупить его таким-то образом может быть мы тебя убьем за это в зависимости от поступка может быть посадим на много лет может быть ты там деньги заплачешь может быть ты значит в какой-то волонтерской организации будешь работать но вот там есть определенность этого а вот в этом что может мы тебя простим а может нет в этом нет определенности и тогда эта история не заканчивается никогда тогда нет собственно искупления тогда никакого не может быть я считаю искупление когда есть завершенность моя идея в этом вот здесь опять почему я сейчас это привожу потому что мне кажется это касается темы гнева потому что вот это вот может проще может не проще это как раз могу ли я этот гнев как симптом в какой-то момент преобразить во что-то да и остановить это потому что иначе я так и буду в своем гневе своей обиде крутиться это ни для кого нехорошо ни для меня как обиженного для обиженной ни для обидчика для общей системы это нехорошо поэтому единственное что моя идея не в том что я там оправдываю этих людей которые значит занимаются харассментом моя идея в том что хорошо бы если у нас было какое-то оформление этого и понятное завершение понятное искупление понятная точка где я говорю что да эта история закончилась да мы согласны с этим понятно что это вот как опять же я говорю о каком-то идеале что в обществе такого вряд ли будет но вот собственно здесь для меня всегда вопрос каких-то моих личных отношений с кем-то я возвращаюсь там к себе вот я уже рассказывал эту историю когда я в определенных отношениях с человеком приступил к границу но это было достаточно давно я нанес оскорбление человеку предал потом мы переживали оба несколько лет это и в итоге тот кого я видел это было его инициатива он сказал этот человек что давай это закончим потому что ты мучаешь себя я мучаю себя давай это закончим и мы там сделали ритуал мы написали там кое-что на бумажках мы сожгли эти бумажки и все и это было формальное завершение чувства при этом как они не завершились совсем в смысле что я до сих пор уже прошло там не знаю десятки лет с тех пор я чувствую это это важное для меня переживание до сих пор как напоминание что так нельзя делать так не нужно делать чувство определенного стыда оно есть но сама история завершилась и мы в хороших отношениях сейчас с этим человеком и здесь вопрос этого как раз возможности прощения она не для я прощаю не для тебя я прощаю для себя вот мне кажется в этом смысл потому что иначе я так и буду раздирать себя раздирать раздирать собственно это на уровне человеческой одной человеческой жизни но например мы сейчас тот же процесс видим когда говорят про ресентимент который там почему вот это среди россиян так много людей поддерживающих войну потому что вот это раздирание какое-то в общем-то вымышленное во многом свои обиды происходит у людей их поддерживает в этом пропаганда конечно но как бы вот это невозможность остановить какую-то свою обиду накручивание 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 это нехорошо как не для самого человека который испытывает это не для общей системы где он живет это ведет к продолжению войны поэтому вот некое формальное завершение я считаю всегда может помочь в этом да какой-то вот прям ритуализация опять же возвращаясь к той же идее культуры когда мы оккультуриваем какой-то процесс мы вводим его в какие-то рамки определенные мы даем ему место через ритуал через какой-то специальный разговор через да может быть вот это искупление но когда понятно понятная есть точка искупления завершения этого искупления вот так что такой вот мой отклик на тот разговор который в этом в чате возник я не знаю Александр послушает потом Александр если меня слышите я здесь давайте Ань скажи и вот еще Наталью потом мы потом будем завершать я вспомнила про библейские истории незавершения вот одна из них собственно самая первая когда Каин убил Авеля и потом было такое предписание что никто да не тронет Каина от Всевышнего что он никогда не умрет и никто никогда его не не имеет права убить и вот для него эта история будет вечно ну вот по крайней мере как я это понимаю как это звучит и вот он вечно кается собственно ну что это действительно очень страшно для меня такая одна из самых сильных и страшных историй которые там есть вторая история это про Иуду собственно что ну вот в одном из Евангелий описано прям очень четко что он ну собственно что он носил ящик для пожертвований там для бедных и очень разозлился когда часть из этого пошла не на бедных и он говорил что когда собственно женщина Мария разбила сосуд с маслом и омывала ноги Христу что вот вот это все драгоценное тратится ну не на дело вот сейчас извините я что-то давно не перечитывала надо перечитать вот как это точно было но в общем смысл в том что он разозлился вроде как праведно но потом пошел и предал Иисуса и за 30 серебряников ну по сути за деньги которые не потратились на бедных и ну и дальше он повесился после этого ну что вот это какая-то история гнева которая породила да карму такого большого страдания ну по сути масштаба для всего его человечества вот наверное это спасибо мне вот эти вот истории ну библейские притчи они как бы скорее вот для меня важны как указатели на то что действительно ну как бы лучше этого не делать да они как бы говорят что слушай туда не ходи не делай этого потому что потом тебе будет очень-очень долго плохо очень долго может быть ты действительно никогда не сможешь это искупить никогда то есть тебе придется с этим жить теперь всегда если ты туда пойдешь если ты это сделаешь они такие вот для меня именно как предупреждающие истории Наталья скажите у меня еще возникла вот как связь еще когда вы читали про предписание там была такая фраза что когда значит там бьют палками ну дети будды бьют палками несмотря на то что жертва жертва ну уже просит пощады так вот у меня это как-то соотнеслось что ну там не говорится о том ну насколько праведным был их неф этих бьющих палками то есть возможно тот человек действительно совершил что-то плохое и его побили да но если он уже просит пощады он говорит простите я был неправ не бейте меня то ну продолжать его бить это неправильно и ну преступника когда он совершил преступление ну мы должны наказать да но мы не должны превращать его в жертву то есть потому что иначе ну этот цикл будет вообще бесконечным ну вот эта смена ну сегодня ты жертва завтра я то есть часто же ну не знаю как в жизни я не сталкивалась но в фильмах я много смотрю детективов и именно ну мне нравятся такие где ну где показаны взаимоотношения там служителей закона жертв преступников их судьба то часто ведь бывает что человек отсидел уже да ну понес наказание он вышел и он жертва потому что ну там ему нету места в социуме там его не принимают нигде на работу ну казалось бы ну так тебе и надо ну ты же совершил преступление ну вот теперь там живи но не знаю это ну вот именно про завершенность и про то что если человек раскаялся если он понес уже наказание но он не может нести его да бесконечно и он не должен быть дальше жертвой ну правильно разгневанных своих же жертв ну не знаю может это ну не до конца оформлено у меня но как-то вот что-то такое именно меня просто ну именно зацепило что там в предписании говорится жертва хотя ведь они бьют его за что-то то есть возможно он и провинился действительно но все равно он уже поменял свою позицию и становится жертвой когда его бьют несмотря на то что он просит пощады спасибо Владимир скажите и уже тогда точно будем завершать у меня реакция на слова Ильи и Ани про еврейских пророков вот Иисус Христос такой пророк так же он же его одной из самых мощных есть это изгнание гневное изгнание торгов из храма кстати это формально привело к распятию он подписывался на святое на финансовую систему а также на крипто еврейскую систему там же обмен существовался в храме там осуществляли обмен жертвных денег на обыкновенные еврейские и вот Иисус Христос гневно вышвырнул торговцев из храма он гнев был праведный он же поступал по воле отца своего небесного нашего поэтому гнев бывает праведное и так далее но вот финансовая система Израиля она отдала ему ответ это кстати да у меня есть знакомый который занимался исследованием много мне рассказал поэтому налоги и финансы это очень такие сложные вещи как говорил один мой знакомый чай буддиста есть две уклонные вещи это дхарма и налоги на американском то есть карма и налоги общаться спасибо спасибо Владимир ок давайте прочитаю что мы еще написали сегодня а когда писали отклики на медитацию Александр я согласен с пасмурным холодным извините еще раз я согласен с пасмурным холодным утром или не согласен надеваю теплые носки Наталья нет согласия нет не согласия когда просто позволяю всем быть я написал белый желтый зеленый синий коричневый серый черный все они здесь никто друг с другом не спорит все они здесь в моих глазах Лара расчувь себе свойства горы спокойствие невозмутимость принимая природу огня я же фулкан как могу не гореть так и Аня написала еще вспомнила про пузырьки гнева в книжках в книжке про альтернативную коммуникацию с людьми которые не могут общаться с помощью устной речи приводится пример мальчика ДЦП и другими особенностями развития которые с помощью значков системы БЛИС написал мама стала мама стала Кока-Колой имея ввиду что она разозлилась да ну что давайте откроем окошки кто может смотрим туда спасибо всем за разговор за обмен мнениями можем послать какие-нибудь добрые послания спасибо до следующих встреч пока получается